Привет, мои друзья! Как вы? Путин троллит ЦРУ по поводу Сноудена. Если они уже самолёты сажали принудительно с президентами на борту, то с господином Сноуденом на борту они могли посадить в любом месте. Они напугали все страны. Он прибыл в нашу транзитную зону. Дальше выяснилось, что его никто не принимает. Понимаете, в чём проблема? Если бы они не пугали никого, американские спецслужбы, он бы благополучно поднялся, полетел бы в какую-то страну, его по дороге посадили бы, он давно сидел бы уже в Зиндане, парился в тюрьме. А они всех напугали. Он остался у нас в транзитной зоне. И чего нам делать? Россия не та страна, которая выдаёт борцов за права человека. Так. Ну а что касается… На самом деле, у вас реакция такая. Спасибо вам за эту реакцию. Но на самом деле это правда. Это не ирония никакая. Господин Снову считает себя борцом за права человека. Он так выстроил свою жизнь. Я даже не знаю, он же молодой парень, как он дальше будет жить? Вот я говорю без всяких шуток, без иронии, без всякой. Как он будет жить дальше? Ну вот он у нас сидит пока. Дальше что? Но он выбрал сам свою судьбу, понимаете? Мы предоставили ему только убежище, и всё. Он никакой не агент наш, он нам секретов никаких не выдал. Разбойник. Мог бы что-нибудь рассказать, на самом деле. Всё-таки ему бы убежище предоставили. Но он ничего не говорит. Он выдаёт только по каким-то… только ему известным каналам, там, когда посчитает, нужно что-то опубликовать. Вот и всё. Очень интересно. Думаю, Путин поднял пару хороших тем. Америка могла посадить самолёт в любой точке, где бы захотела. Но я думаю, американским политикам нужна Россия как плохой парень. Нужно размешать котелок холодной войны. Россия — это плохой парень. О, этот Путин. Кто знал, что Путин такой весёлый? Я без понятия, ребят. Кто мы такие, чтобы высылать людей в области прав человека? О, да. Вы думаете, каждый, кто смеялся, отправился в Сибирь? Я шучу. Очень хорошо. Большое спасибо за рекомендацию моему другу. Мир и много любви ему, и всем вам.